Тут нечему болеть, здесь нет рецепторов. Если есть давление корешка, то там болезнь нет. Минуточку, про корешки мы чуть дойдем. Я говорю, вот мы еще не добрались. Но диск не существует сам по себе, он существует только в комплексе с выше и ниже лежащим позвонком. Кроме того, и выше и ниже лежащий позвонок, и диск окружают связки, мышцы, нервы, сосуды. И это все двигается постоянно в процессе жизнедеятельности. То есть мы имеем функциональную единицу, двигательную единицу позвоночника, так называемый позвонково-двигательный сегмент, который входит помимо позвонков и нуклеус-кульпозов, входит спиной мозг, корешки, спиной мозг до L2, ниже L2 спинного мозга нет, есть конский хвост, и мышцы, и связки, которые окружают. Следующий слайд. И все это происходит в движении, постоянное движение в пространстве. Что мы должны вспомнить еще по анатомии позвоночника? То, что венозная система позвоночника не имеет клапанного аппарата. Вспоминайте, что это клапанный аппарат, я надеюсь. Вена. Клапанный аппарат, вены, да? Вены позвоночника не имеют. Поэтому как может осуществляться венозный атом из позвоночника? Ваше предложение, если нет клапанного аппарата. С давлением. За счет до разницы давлений. Когда возникает разница давлений? При движении. Если мы в пациенту назначаем покой физический, если мы его ложим в гипсовую кроватку, если мы его ложим на жесткий ровный матрас, куда одевается подвижность? Исчезает. Что происходит с венозным правообращением позвоночника? Ухудшается венозный застой. Так что мы делаем? Мы помогаем больному или калечим его? Своими медицинскими и революционными мероприятиями. Большинство наших больных выздоравливают не благодаря нашему лечению, а вопреки онному. И вот больные, спинальные больные, позвоночные больные, ну не те подростки, которые к позвонку, Алло, алло, это Иван Иванович? Да. А те, которые... Перелом это другое. Перелом это структурное изменение. Изменение структуры. А мы говорим о функциональных нарушениях. Здесь нет перелома, не нарисован перелом. Ну мы по этому и говорим. Поехали дальше, следующий слайд. То есть венозное правообращение имеет свою особенность, которую надо помнить. Плюс иннервация. Очень интересная иннервация самого позвоночника. Как вы помните, ни спиной мозг, ни корешки не имеют рецепторов. Поэтому если возникает сдавление спинного мозга или корешков, то болеть это что? Структура не может. Нечему болеть. Нет рецепторов. Поэтому никогда дискорадикулярный конфликт не сопровождается болью. А в 99% учебниках по нейрохирургии, хирургии, неврологии и ортопедии написано, что корешковый синдром сопровождается чем? Болью. Никогда. Это глупость. Корешковый синдром никогда не сопровождается болью. Потому что корешок и спиной мозг не содержат самого главного рецептора. Он не может болеть. Корешковые синдромы дают симптом выпадения неврологического и синдром мышечной слабости. Боль они не дают. Боль другого генеза. Об этом мы чуть позже скажем. Но, минуточку, не торопитесь. Корешок, заканчиваясь, образует спинномозговой нерв, который проходит через межпозвоночный канал. Нерв. И вот. Нерв. Нет, не совсем нерв. Нерв тут ни при чем. И вот по выходу из спинномозгового канала вот этот нерв делится на 4 веточки. Одна из которых нерв плюшка или так называемый синогротебральный нерв возвращается обратно в спинномозговой канал и нервирует твердую мозговую оболочку и капсулу сустава и связки. Болеть могут твердая мозговая оболочка, капсула сустава и связочный аппарат. Поэтому при корешковых синдромах в чистом виде боль возникает не из-за диска радикулярного конфликта, а из-за диска дурального конфликта. Когда прорабированный или протрузия диска растягивает твердую мозговую оболочку. А уже остальные три веточки, они идут, задняя веточка идет, иннервирует мышцы спины, аутохтонные мускулатуры. Передняя веточка идет, формируя сплетение, образуя периферические нервы. И четвертая веточка, это рамус коммуникантерс, образует пограничный симпатический ствол, о котором мы только что говорили. Следующий слайд. Для нормального функционирования двух позвонков очень важна так называемая симметричность расположения и структур. Почему, надеюсь, понятно. Это и растяжение капсулы, это и растяжение связочного аппарата, это и напряжение мышечного корсета, это и сдавление того же нуклеус-пульбота. Здоровый позвонок, два смесных позвонка, находятся в состоянии нейтрального расположения. Причем они совершают постоянное движение. Если верхний совершил флексию, то нижний что должен совершить? Экстензию, чтобы в целом сумма моментов сил на этом позвонке была такой? Нулевой. Но это в норме. Но возникают ситуации в жизни каждого из нас, когда в результате внешнего какого-то фактора, ну, например, той же сумки, удара механического, мало ли чего, проблемы внутренних органов, дефекта обуви, ну, например, высокий каблук, да? Что приводит? Вот вы видели высокий каблук. Что с вашим телом случилось? Экстензия поднялся, поэтому он уже, причем он поднялся асимметрично, в каком-то другом направлении. И что это привело? Это привело к асимметричности и расположение двухсмежных позвонков. А это к чему привело? Связки перерастянулись, мышцы перенагрузились. И если это происходит достаточно долго, то мы в конечном итоге будем иметь деформацию, поскольку кост-связка постаралась за это время что сделать? Или строится по закону Бюнтера Фолькмана. Но будет ли это плохо, деформированный позвоночник в этом случае? Нет, это будет нормально, это будет попытка компенсировать мышечную асимметрию. Это попытка компенсации. Дальше поехали. Для симметричности очень тесно связана симметричность расположения смежных позвонков, очень тесно связана, ну вот здесь показано асимметричное положение позвонка. Вот у нас нейтральное положение позвонка, и вот мы видим позвонок, находящийся в лякороплексии и ротации. Посмотрите, что случилось с его дуко-трочным суставом. Он разошелся. Он нарушил свою симметричность. То есть, кто первый пострадал больше всего в этой ситуации? Дуко-отрочный сустав. Ну, клюкорис-пульпозус от этого, поверьте мне, ничего абсолютно не произошло. Он как был шариком, так был шариком, что? И остался. Более того, методы математического моделирования показали, что в момент движения позвоночника больше всего нагружается передний опорный комплекс. Это расстояние между передней продовольной связкой до нуклеус-пульпозус. Но не задней. А грыжи диска чаще всего где возникают? В заднем опорном комплексе. Хотя именно задний опорный комплекс нагружается меньше всего. По результатам моделирования магнатического. Дальше поехали. Почему же возникает асимметричное расположение двух смежных позвонков? Самая частая причина, я не скажу, что это основная причина, но самая частая причина это асимметричный мышечный тонус. С одной стороны мышца сократилась, с другой стороны мышца что сделала? Расслабилась. Мышцы антагонистически работают, вы помните, да? Поэтому что остается делать несчастному этому телу позвонка? Сместиться в том или ином направлении. Ограничить свою подвижность. Ну, для ускольпозус абсолютно что? Нет при чем. Он сам жертва. Как себя будет вести в нуклеус-пульпозус? Он сместится в сторону какого? Большего давления или меньшего давления? Меньшего давления. Он сместится в сторону заднего опорного комплекса. Поэтому если мы такому больному сделаем томограмму, то что мы увидим у него? Грыжу диска. Но является ли грыжа диска причиной грыжи? Нет, это последствия. Это не причина. Причина в другом. Но найти эту причину нейрохирургу, как правило, не дано. Потому что узкость его мышления и квалификации не позволяет. А почему может возникнуть такой асимметричный мышечный тонус? Я приведу только один пример. Глисты. Бывают глисты. 90% здесь присутствующих поражены глистные налази. Это нормально. Украина это один из самых глистоносных регионов земного шага. Почему, я надеюсь, вы понимаете? Специфика образа жизни и питания, скажем так. Поэтому, еще раз повторю, 90% населения, популяции Украины инвазированы в глистные налази. И вот, представляете, у вас где-то в тонком репностном кишечнике живет солитер. Он интенсивно ест вашу слизистую оболочку. Он не ест, он цепляется своими крючьями за вашу слизистую оболочку. Цепляется или нет? Нет. Не, не цепляется? У вас нет. Цепляется. И он раздражает интеррецепторы. Интеррецепторы куда посылают импульс? Спинной мозг. Из этого же сегмента спинного мозга Оспомните, какой уровень формирования инервации спинного кишечника? Т12, L2. Ну, вот Т10, Т11, ну, Т12, L2. Вот с этого сегмента какая мышца инервируется? Какие мышцы инервируются, кроме кишечника? Мышцы поясничной области. Поясничной области мышцы, ротаторы, мультифидии. Вот так вот с лимбором инервируется. Что будет с мышцей, которая отреагировала на вашего глиста? Она сократится. Поэтому возникнет мышечный дисбаланс. Поэтому если больному с глистной инвазией сделать МРТ, L4, L5, что мы у него обнаружим? Грыжу диск. Так что мы будем ему делать? Вапоризацию будем делать или пеперозин дадим ему? Если я нейрохирург, я, конечно, его буду тянуть, типа этого больного, на что? На стол, на вапоризацию. Потому что кушать мне что? Хочется. А пеперозина мне что? Ничего не спудет. Ну, понятно. Поэтому еще раз повторюсь. Асимметричное положение диска очень редко является причиной в самом диске. Бывают случаи, ну, скажем, тумор, бывает сагнатханодисплазия, но это крайне редко. Это 1-2% от всей популяции, которая действительно причина грыжи диска находится в самом диске. Чаще всего причина находится или в мышцах окружающих позвоночек, или в суставе, который тут рядом находится. Ну, а в суставах мы чуть позже поговорим. Как же это случилось? Возрастные изменения в диске. Ну, и с поводу, что возрастные, это хорошо. Как что происходит в этом диске? Склероз? Склероз к чему приводит? К уменьшению подвижности. Это хорошо или плохо? Это хорошо? Это хорошо. Мы об этом и поговорим. Ну, это вот закон внутренности, на котором мы говорили, что если возникает мышечная асимметрия на действие поперечных и осиных отростков, то с временем эти отростки что делают? Деформируются. Это хорошо или плохо, эта деформация? Тихо. Это нормально. Это нормально, это компенсация. И не надо хватать голодку, не надо долбать этому больному, ну и так далее. Мышечный корсет. Во многом функция позвоночника и опорная двигателя фарада в целом определяется состоянием мышечного корсета. Мышечный корсет довольно сложное изобретение. И что самое интересное, это очень по своему объему биологических тканей массивное образование. 42% веса тела составляют мышцы нашего тела. Но и не это самое интересное. Интересное то, что все наши мышцы, или, по крайней мере, большая их часть, имеют очень тонкие ассоциативные связи не только с позвоночником, по уровню метамера. Помните, миотом, склеротом, спляхматом, да? Но и с внутренними органами. Поэтому проблема висцеральных органов, проблема позвоночника, в конечном итоге, отражается на состоянии мышечного корсета. И наоборот. Состояние мышечного корсета имеет прямое отношение к состоянию внутренних органов и висцеральных, и позвоночника. Что надо здесь делать, когда мы говорим о мышечном корсете, на что я хотел бы обратить ваше внимание? Дальше, поэты. Прокручили дальше. Дальше. Я хочу сказать пару слов о так называемых, как же, мышечных тонерах. Нет, первый раз давайте. Закончим уже эту мысль. Да, мой. Пару слов, я хочу сказать, что, когда мы говорим о мышечном корсете, мы обязательно имеем в виду и мышцу, диафрагму. К сожалению, в медицине диафрагме приписываются свойства только дыхательной мускулатуры. Только функция дыхания. Это не совсем правильно. Диафрагма – это и постуральная мышца. Это мышца, обеспечивающая наше вертикальное положение. За счет чего? За счет создания разности давлений. Грудной и брюшной полости. Кто создает давление? Диафрагма. Если диафрагма создает это давление адекватно, нормально, то и опорная функция тела и позвоночника будет адекватной. Но если есть проблема в самой диафрагме, если есть проблема в прилегающей к диафрагме органов, например, печени, легких, сердце, кишечнике, то постуральная функция диафрагмы будет также нарушена. Поэтому, ребята, когда мы говорим о мышцах, мы должны обязательно сказать об одном таком явлении, о котором, к сожалению, не знают практические врачи, и которое прекрасно описано в книге Джулии Тревелла, о которой я говорю на прошлом занятии. Это миофасциальные тоннели. Итак, мышца никогда не существует сама по себе. Это только анатомы нам показывают. Изолировано одну мышцу, изолировано другую. На самом деле все мышцы окружены общим футляром. Они находятся в общем каком-то пространственном расположении, прикрепляются к общим точкам прикрепления костям. Но работают они все как? Сообщали по отдельности? По отдельности. По разному они все работают. И вот когда мышца начинает... Да, даже в одной мышце мышечные пучки сокращаются как? Не одновременно, а как? Поочередно. Поочередно. Они скоординированы во времени. И вот когда у нас один пучок сократился, а другой пучок находится в расслабленном состоянии, а рядом находится костная структура, а здесь еще и фасциальный футляр, то возникает так называемый феномен туннеля, миофасциального туннеля. Итак, справа кость, слева пасция, снизу сократившаяся мышца, сверху расслабленная мышца, а я сосудистонервный пучок. Как я себя чувствую в этом туннеле? Дискомфортно. В чем нарушается? В чем дискомфорт возникает? Почему? Нет, не болевает. Что? Итак, сосудистонервный пучок. Нерв, артерия, вена, лимфатический сосуд. Что первое сдавливается в туннеле? Вена. Вена сдавливается. Поэтому что на первом этапе туннеля будет? Будет венозная ишемия, будет варикозное расширение вен, будет венозный застой. Если не лечить, что будет дальше? Лимфоаток. Лимфоаток. Появляются отеки. Дальше что? Сдаление нервов. Сдаление нервов. Получается, невропатия появляется. Если сдавливается артерия, появляется артериальная ишемия. Со всеми ее прелестями. Ну, правда, нейрохирурги и хирурги любят этот туннель взять, с капелем что сделать? Рассечь. Какую-то пластику там придумывают, алло и хсенотросплантант вставляют и радуются, как дети малые. Чему они радуются? Да, на какой-то период они объем туннеля что? Увеличили. И мне, чтобы вы говорите, я на пучку встала камп. Хорошо. Но рубец, рубцовый процесс, послеоперационный, он неизбежен. И через полгода-год меня пучок сдавил уже не туннель, а кто? А рубец. И мне стало опять как плохо. И все проблемы мои вернулись. Но какая разница? Разница только в том, что для того, чтобы убрать рубец, только оперативное лечение. Другими способами убрать невозможно. А вот туннель убрать можно руками, что я в числае? Именно приемами мануальной терапии. Именно мануальная терапия является одним из самых эффективных способов коррекции миофасциальных туннелей. Вот один из вариантов таких туннелей. Большой затрудочный нерв находится между прямой и косой мышцей головы. При компрессии раздражения этого нерва что будет испытывать наш пациент? Маловную боль. Куда он пойдет? В терапию. В терапию. Что найдет у него терапевт? Вегетно-сундитостани. Что он у нас значит? Вегетно-сундитостани. Ну, что-то там. Трансилизаторы, наотропы, так далее. А от этого станет лучше большому затрудочному нерву? Нет. Абсолютно никак. До тех пор, пока он в туннеле, сдавлены мышцами, шеями, ткани вертебрального перехода, проблема будет оставаться. И лечение вегетно-сундитостани будет приносить сугубо палеоактивное значение. Пока ем терапевтизаторы, вроде шелк. Вроде ничего. Ну, когда сплю. С утра до вечера. Как только перестал есть, спать перестал, ну и голова снова заболела. Бывает такое? И таких туннелей на теле туннелета огромное-огромное множество. Плечевое сплетение. Туннел образуется между первым ребром и лестничными мышцами. Смотрите, слайд. Клинику, ну, может быть, вы не знаете, это потом, чтобы вы познакомились. Если сдавливается вена, там, хотите, кто-то попался. Если вена в этом туннеле сдавливается, будет синдром Бенджитта-Шрёдера. Великое на расширение нет верхней конечности. Если артерия, синдром Раидно. А если нерв сдавливается, то будет невропатия. Лучевая невропатия. Дальше поехали. Или локтевая невропатия. Нижняя конечность. Тоже та же самая картинка. Сосудистые гердные пучки проходят между большим количеством мышечных массивов. И при дисбалансе в этих мышечных массивах возникает туннельная новопатия на самых разных участках. То ли вовине, то ли бедра, то ли эгоичной или тазовой области. Причём с клинической, с картиной, будет разнообразная картина. Вот эти мышечные туннели очень легко поддаются лечение металомануальной терапии. Череп. Вот чего уж, где сказок в учебнике по анатомии много, тогда поднягнем к черепу. В учебниках по анатомии написано, что кости черепа срослись и неподвижны. К сожалению, или к счастью, это не так. Кости черепа, даже у взрослого человека не срастаешься, а между ними сохраняется подвижность. Другое дело, что у трупа эта подвижность отсутствует, поскольку происходят посмертные изменения, и кости черепа у трупа действительно не двигаются. У кости, черепа кости, не так, кости черепа живого человека подвижны в пределах 1-2 мм на один шов, а в целом кости черепа до 5-6 мм. На практическом занятии у нас с вами будет такая работа, мы измерим череп каждого из здесь присутствующих и проверите, как происходит движение этих костей. Следующий слайд. Почему же двигаются кости черепа? Сразу возникает вопрос. Следующий слайд. Основная причина движения костей черепа, ну вот, по-моему, делайте. Значит, швы черепа представляют собой зубчатые соединения, да, которые могут двигаться, вот как мои пальцы, не теряют плотного контакта, костного контакта в пределах 1-2 мм. Это отражается на изменении вертикального и горизонтального размеров черепа. Видео, Сентролянк обнаружил лет 50 назад о том, что кости черепа постоянно находятся то расширяются, то сужаются. Причем он даже посчитал это примерно 8-10 движений в минуту. Правда, Видео Сентролянк считал, что движения костей черепа определяют дыхательные движения, дыхательные экскурсии. И поэтому он назвал этот механизм респираторным. Но в более поздние периоды установили, что дыхание к этому механизму никого отношения не имеет. Основная задача, основная причина следующей слайде это ликварные толчки, это особенности кровообращения. в следующий слайде пропустим это описание. Стоп. Итак, ликвар синтезируясь в боковых желудочках, поступает в третий желудочек, поступает в четвертый желудочек, далее, далее выходит в субрагминальное пространство и распространяется по всей полости черепа. Причем это все происходит в условиях замкнутого костного футляра. Когда происходит накопление ликвара, кости черепа что делают? Расходятся. Связки, которые фиксируют зубчатый шов, напрягаются, барорецепторы в них раздражаются. Эти барорецепторы направляют импульсы коренальной оболочки и синтез ликвара уменьшаются. То есть циркуляция ликвара и его продукция выполняется дискретно толчками. Следующий слайд. И также толчками этот ликвар распространяется по ликвароносным путям боковым четвертым желудочкам. Что делает ткань мозга в этот момент? Она как бы раздвигается, раздвигая и кости черепа, и прификсированную твердую мозговую оболочку. Твердая мозговая оболочка продолжается в виде чулка по позвоночнику. И фиксируется к чему? К кресту. Поэтому ликварные толчки в полости черепа напрямую механически связаны с чем? С крестцом. С движением крестца. А если это крестец травмированный, я сказку про нашу, которую с кульчик убрали, а если это перекошенный таз, то как будет двигаться этот крестец? Он будет перекошенный. Как будет ликвар оттекать из полости черепа? Хорошо или плохо? Плохо будет дорожная ликвардинамика. И чтобы улучшить эту ликвардинамику, не надо по нему давать диакару. А надо за что его взять? За крестец, за подложные кости. Нежно их помять, потянуть, и ликварные циркуляции что сделают? улучшатся. Это не хохмат, а на самом деле так. Когда приходят ко мне больные с ликварными нарушениями, я оставляю им голову в покое. Их голова к их ликвару никакого отношения что? Не имеет. Вся проблема в крестце и тазе. Но что мне говорит больной на мои действия? Он говорит доктор, вы маньяк? Я 20 лет страдаю ликварной гипертензией, я 20 лет пью диакарб, мне 20 лет лечат что? Голову. А вы, пардон, меня за ягодицы хватаете. Я шучу, конечно, но это действительно так. В организме все взаимосвязано. Если врач не знает эти взаимосвязи, а его просто не учили этим взаимосвязям, его учили тупо при головной боли назначать диакарб. Потому что в учебнике по неврологии так нам написано. Прошло время учить по учебнику. Прошло время лечить по учебнику. Надо лечить и учить так, как это требуют законы природы. А вернусь и вот нам людей и поехали дальше. Цикл на шестом. Слава Богу, что вы это узнаете на шестом. Я это узнал, уже будучи врачом со стажем работы. Для меня это было больше шок и катастрофа, чем мировоззрение, чем за вас. Ну, вы еще, если кто-то из вас считает врачами, то это может разочаровать. Это еще долго, много времени пройдет. Так. Особенности, от чего зависят ликварные толчки. От особенностей кровообращения. Дальше. Если вы помните кровообращение, ну, дальше, то основное сосредоточение артериальных сосудов находится где? У основания черепа. Дальше. А основные венозные стволы, ну, дальше, дальше. А основные венозные стволы находятся где? Где находятся основные венозные стволы? У срода черепа. Прямой синус, да, сагитальный синус, где находятся дальше, Они находятся вверху, поэтому возникает стоп. Вот следующая картинка, посмотрите, внизу сердце сократилось. Нет, это не монада, это я не приказал, я нарисовал это таким вот образом. Хотя, да, вот похоже на маху. Смотрите, сердце сократилось, систола, да? Кровь куда попала? В этого базилиарный бассейн. Давление что здесь? Увеличилось. Что случилось с ликваром, который находится между... Он сдавился, да? Куда шел надавил? На вену надавил. На синус венозный, да? Что синус сделал? Да, все он очень красиво, согласен. Но включите свое знание анатомии. Воображение знания анатомии, которое здесь есть. Когда синус сдавили, куда кровь делась венозная? Венную вену. Донировалась, да? И что произошел? Произошел как бы цикл. Толчок. Ликварный толчок породил за собой изменение артериального и венозного давления. Почему мало сосудов, капиллярных тканей мозга? Потому что они здесь не нужны. Они там не нужны. Потому что основной обмен идет за счет ликварного толчка, генез которого это разница давления артериального и венозного русла. Но это в норме. Я вам рассказал норму. А представьте себе, если по какой-то причине что-то в этой схеме не сработало, а что может не сработать? А может не сработать иеремное отверстие. Помните такое? Нет. Через какой-то уход иеремная вена. Иеремное отверстие образовано двумя костями. Запилочной и кленовидной. А если затылочная кость сдвинулась и отверстие уменьшилось в объеме, то что произойдет с венозным отбоком? Застой возникнет. И до тех пор, пока мы не восстановим архитектурнику этого венозного иеремного отверстия, сколько бы мы этому больному ковинтон не давали, ему от этого лучше что? Не встанет. А как мы можем нормализовать биомеханику костей затылочной и кленовидной? Руками мы можем нормализовать? Существуют такие методики? Дальше поехали. То есть таким образом воздействие руками на ткани черепа, ну вот здесь это цистернография, где показаны различные базы вот этого ликварного толчка. Ну это о том, что я говорю, через ткань. Это с контрастом. Крестец. Итак, движение костей черепа, движение ликвара и кровообращение головного мозга с чем связано с крестцом. А если крестец находится в функционально невыгодном положении, когда это возникает? Ну вот, например, у вас сейчас, при сидении, у вас сейчас крестец находится в невыгодном положении. Он вместо флексии выполнил экстензию. Чтобы сесть на стул, крестец должен выполнить экстензию. Когда крестец выполняет экстензию, что делают воздушные кости? Они плеси выполняют. Они единая биологическая цель. Поэтому что, мало того, что ухудшается кровообращение мордов малого таза, ухудшается диквардинамика головного мозга. Когда я вам читаю лекцию, я прекрасно понимаю, что до 5% моих слов доходит до вашего коры. До коры доходится. Это нормально. По-другому быть, не должно быть. Но это, когда вы читаете лекцию. Но вы встали и вы пошли. А вы уверены, что у вас крестец стал нормально двигаться? Нет. А почему он не нормально двигается? Походка. Потому что в детстве вам калория что? Калория. Калория куда? Калория. Калория. У вас старались. Да? Ужар. 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 Ужар.